Душанбэй сегодня основной день саммита ОДКБ. Во Дворце нации в эти минуты проходит расширенное совещание в присутствии представителей делегации стран-участниц. Лидеры России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана обсуждают перспективы взаимодействия в рамках объединения. В центре внимания борьба с терроризмом и экстремизмом, а также дестабилизация обстановки у границ ОДКБ. Напомню, саммит проходит на фоне антитеррористической операции против банд-группы бывшего замминистра обороны Таджикистана. В связи с этим в республике предприняты беспрецедентные меры безопасности. Владимир Путин на заседании заявил, что Таджикистан может рассчитывать на поддержку России в противодействии попыткам раскачать ситуацию в стране. Глава российского государства также коснулся того, что сейчас происходит в Сирии. Положение дел здесь очень серьезное. Так называемое исламское государство контролирует значительные территории и Ирака, и Сирии. Террористы говорят о том, что уже публично говорят о том, что замахиваются на Мекку, на Медину, Иерусалим. В их планах распространение активности на Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию. Тем более, что в рядах нас беспокоит это, тем более, что в рядах ИГИЛ проходит идеологическую обработку и военную подготовку боевики из многих стран мира. Президент подчеркнул, Россия и дальше будет поддерживать сирийское правительство и продолжит оказывать военно-техническую помощь стране в борьбе с боевиками исламского государства. Главы государства собрались во Дворце нации утром, приняли участие в традиционной церемонии совместного фотографирования, затем провели встречу в узком составе. Она была закрыта для прессы. А до этого Владимир Путин провел переговоры с главой Таджикистана. Президент России поздравил Эмамали Рахмона с Днем независимости, который недавно отмечали в республике. Президент подчеркнул, что доволен, как складываются отношения между нашими странами. Они развиваются на основе союзнических обязательств и согласованных позиций во всех международных организациях. Сегодня у президента России запланирована еще одна двусторонняя встреча с коллегой из Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Продолжение следует...